Былое нельзя воротить Пока живет, Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается, Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет. Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается, Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет. Значит, теперь я такую хочу задачку рассмотреть. Было однородное электрическое поле Е с ноликом. Ну, скажем, конденсатором оно создано. Везде постоянное. И мы в это поле внесли однородный шар из диэлектрика. С проницаемостью эпсалом и с радиусом r. Как всегда, надо найти все, что будет. Прежде чем решать эту задачу, займемся некоторой леммой. Лемма будет такая. Если у нас есть шар однородно поляризованный, у которого вектор p в каждой точке один и тот же, то внутри такого однородно поляризованного шара поле в каждой точке однородно. Давайте попробуем это доказать. Что такое однородно поляризованный шар? Это шар, у которого концентрация молекул везде одинакова, и все молекулы превратились в одинаковые диполи. То есть вот какая-нибудь молекула здесь выглядит так. Тут минус, тут плюс, а между ними вектор L, который, как мы хорошо помним, всегда направлен от отрицательного заряда к положительному. Вот я утверждаю, что такой шар можно рассматривать как сумму двух шаров. однородно заряженного положительного шара, у которого концентрация заряда равна концентрации диполей, и чуточку сдвинутого относительно него однородно заряженного отрицательного шара. Причем расстояние между центрами этих шаров угадайте, какое будет? Конечно, L. Ну, у нас все положительные заряды сдвинулись относительно отрицательных на расстояние L. Поэтому вот это расстояние будет у нас L. А я хочу сосчитать где-нибудь поле внутри такого двойного шара. Давайте от положительного заряда сюда проведем вектор R+, от отрицательного заряда сюда проведем вектор R-. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что поле в таком однородно поляризованном шаре это будет поле, равное сумме полей внутри двух положительного и отрицательного заряженного шаров. Поэтому полное поле давайте я его назову штрих в честь того, что оно создано внутренними зарядами. Ну, наверное, мы как-то все заряды раздвинули, потом залили все их эпоксидкой, чтобы они застыли. И вот такой шар однородно поляризованный оставили. Ну, это будет просто поле положительно заряженного шара плюс поле отрицательного заряженного шара. Ну, и поставим штрихи в честь того, что это заряды молекул на самом деле внутри. Ну, поле однородно заряженного положительного шара на расстоянии r штрих это хорошая, известная задача по теореме Гаусса. Вот здесь, на расстоянии r плюс нас интересует поле. мы тогда проведем вспомогательную Гауссовую поверхность и напишем, что интеграл от e по площади этой поверхности гамма 2 равен 4π на заряд внутри. а заряд внутри будет равен 4π заряду одного диполя положительного на концентрацию диполей на объем внутри этой поверхности а объем 4 третьих π r плюс кубе. А с другой стороны понятно, что поток вектора е е штрих да, плюс поле е на поверхности по модулю одно и то же е плюс штрих а площадь поверхности 4π r плюс квадрат ну, отсюда сразу же получается что е плюс штрих равняется 4 третьих пи n q на r плюс ну, из симметрии понятно, что поле здесь смотрит в эту сторону е плюс штрих туда же, куда смотрит вектор r плюс поэтому я даже поставлю здесь векторочки ну, а совершенно понятно, что если бы шарф был отрицательный то е минус штрих равнялся минус 4 третьих пи n q r минус ну, тогда мы здесь все это напишем у меня получится 4 третьих пи n q все вынесли а теперь будет r плюс минус r минус но если от r плюс я отниму вектор r минус это получится минус вектор l поэтому будет минус 4 третьих пи n q l но q на l это дипольный момент одной молекулы а n на d это вектор p и того мы получили минус 4 третьих пи п если у нас п везде одинаков то е штрих внутри шара однородная это означает ну, когда у нас вот так шары разошлись здесь от этого шара выступил не скомпенсированный положительный заряд причем больше всего его выступило на северном полюсе а чем ближе к экватору тем меньше его выступило а на южном полюсе выступил отрицательный заряд и на южном полюсе его больше всего а по мере ухода от южного полюса к экватору его меньше ну и понятно что эти заряды создадут электрическое поле от плюса к минусу то есть против вектора p поэтому вектор e внутри такого шара будет выглядеть вот так и внутри шара поле будет однородное а если нас интересует поле снаружи то снаружи каждый из этих шаров создают поле как точечного заряда помещенного в центр но заряд этот будет не q а q умножить на число всех молекул в этом шаре поэтому снаружи будет гигантское поле электрического диполя и снаружи картинка эта линия пойдет сюда эта линия придет из бесконечности ну а здесь они вот так замкнутся так ну а так выглядит электрическое поле однородно поляризованного шара такая сфера сушения ну а теперь когда мы доказали что внутри однородного шара электрическое поле однородное теперь можно решить эту задачу давайте мы сделаем так мы сперва внесем однородный шар а потом будем потихонечку включать однородное поле Е с ноликом не сразу все а по чуть-чуть вот мы включили слабенькое слабенькое поле оно оказалось одинаковое в каждой точке шара поэтому все молекулы как поляризуются одинаково и тогда у нас шар слабенько-слабенько однородно поляризуется он чуть-чуть поляризовался и из-за того что молекулы раздвинулись на поверхности выступили небольшие заряды и они создадут свое дополнительное поле но поскольку этот шар поляризовался однородно это поле какое будет? однородное это поле немножко подправит поляризацию всех молекул но все они подправятся одинаково потому что дополнительное поле выступило это поле однородно поляризованных чуть-чуть молекул это поле однородное поэтому если мы включим слабенькое внешнеэлектрическое поле все молекулы поляризуются однородно и создадут внутри однородное электрическое поле которое вместе с этим сделает поле внутри шара однородным и так и будем дальше по чуть-чуть включать И на каждом шаге мы будем внутри шара получать однородное поле, которое его однородно поляризует. Это будет приводить к тому, что условия однородности и поляризации поля мы на каждом шаге не нарушаем. А поскольку у нас есть теорема единственности решения задач электростатики, и так у нас с вами все получится, то другого решения нет. Отсюда мораль. Если мы в однородное поле вносим однородный диэлектрический шар, он поляризуется однородно. Давайте попробуем сосчитать вектор P, который там появится. Вектор P, который появится внутри однородно поляризованного шара, мы с вами прекрасно знаем, чему он равен. Он равен Хи на электрическое поле. Но это поле, это поле Е с ноликом плюс поле выступивших зарядов. Поэтому это будет Хи Е с ноликом плюс Е штрих. Но поле выступивших зарядов мы с вами знаем. Это минус 4 третих P, поэтому будет Хи Е с ноликом минус Хи 4 третих P, П. О, господа, да мы с вами уравнение для вектора поляризации получили. П на единицу плюс 4 третих P, Хи равняется Хи на Е с ноликом. Это значит, что вектор P будет равен Хи на единице плюс 4 третих Пи Хи Е с ноликом. Но если мы с вами нашли вектор P, мы сразу же найдем вектор Е штрих. Вектор Е штрих, который создастся поляризованными зарядами, это есть минус 4 третих Пи на П на Хи на единицу плюс 4 третих Пи Хи Е с ноликом. Но если мы с вами нашли вектор Е штрих и знаем Е с ноликом, мы нашли вектор Е. Е будет Е с ноликом плюс Е штрих, то есть минус 4 третих Пи Хи на единицу плюс 4 третих Пи Хи Е с ноликом. Вот такое поле будет внутри шара. Приведем к общему знаменателю. 4 третих Пи Хи сократятся в числителе, поэтому в числителе будет единица, а в знаменателе единица плюс 4 третих Пи Хи на е с ноликом. Осталось выразить все через Эпсилон. Эпсилон это единица плюс 4 Пи Хи. Отсюда 4 Пи Хи это Эпсилон без единицы, поэтому это будет единица на единицу плюс Эпсилон без единицы делить на 3 Е с ноликом. Тогда 3 пойдет в числитель, а здесь будет 3 плюс Эпсилон минус 1, поэтому будет Эпсилон плюс 2 Е с ноликом. Господа, если в однородное электрическое поле вы внесете диэлектрический шар, поле внутри шара уменьшится не в Эпсилон раз, а в 3 делить на Эпсилон плюс 2. Передавайте пример мудрецам из учебников. Опять-таки, если у нас шар металлический, Эпсилон равно бесконечности, поле внутри 0. Если у нас шар, это просто вымышленный шар в вакууме, Эпсилон равно единице, 3 делить на 3 Е с ноликом. Ну и поэтому общая картина того, что будет в этом случае, она примерно такая. Вот диэлектрический шар. Там далеко от него электрическое поле однородное. И здесь оно однородное. У нас вот так идет линия поля центральная. Она никуда не искривляется. Но из-за того, что на поверхности шара выступил заряд, то поле внутри шара тоже однородное и смотрит сюда. Но оно меньше, чем снаружи, поэтому здесь линии входят. И не каждая из них продолжается. Тут линии вот так выходят. Ну тут еще входит и обрывается. Тут входит и обрывается. Эта линия идет прямо, хочет войти, но ей не повезло. Эта идет прямо вернула, но ей не повезло. Ну а эти уже идут почти прямо. Ну вот как-то так выглядит картинка. Нет, конечно. Это в металле входит под прямым, а здесь косненько входит. Ну а если вектор D рисуете, то здесь надо вектор D здесь нарисовать, а здесь провести еще дополнительные линии, чтобы вектор D каждую линию продолжил. Друзья мои, я думаю, что вы теперь сумеете решить задачу про однородно поляризованный не шар, а что? Цилиндр. И найти поле. В случае, когда в однородное поле вы вот так поперек вставите диалектический цилиндр. И у вас там получится не 3 на эпсилон плюс 2, а если память не изменяет, 2 на эпсилон плюс 1. Поэтому как изменяется поле диэлектрики зависит не только от характера диэлектрика, но и от его формы на самом деле. Ну вот как-то так. Продолжение следует...